Здравствуйте! Сегодня у нас второй семинар по геометрии 4. Давайте сначала разберем домашнее задание, там было много интересных задачек. Во-первых, кто мне скажет, почему крест-континуум снова равен континууму? Терема-кантер, отрезок — это равномочный квадрат. Нет, но это уже... Надо сначала доказать, что мощность отрезка или мощность прямой — это континуум, а по определению континуум — это мощность 2 степеней. Посмотреть все посредственности из нуля и единиц — это 2 степень n, и считать, что это точка на отрезке 0,1 в двоичном коде. Нет, дело в том, что там сложности возникают. Там некоторые точки имеют два представления. Ну, там некоторые точки имеют два представления, но их счетное множество. Я согласен. А вот, значит, любое мощность объединено счетным — это по мощности... Если а без тысячи... В общем, объекты провести между парами лидов из нуля и единиц и одним рядом из нуля и единиц. Вот это мне больше нравится. Давайте так смотреть. Значит, что такое континуум? Это мощность... Сколько вот таких вот последовательностей? 0, 0, 1, 1, 0 и так далее, да? Из нуля и единиц, бесконечных последовательностей. Значит, что такое континуум, крест-континуум? Это столько, сколько пар последовательностей, правильно? Вот одна последовательность пошла, вот вторая последовательность пошла. Вот. Ну и как вот отождествить две пары последовательностей из нуля и единиц? 1, 2, 2, 3, 3. Ну да, вот такой вот вилочкой. Пройтись вилочкой, да? И получится из двух пар последовательностей остается ровно в точности одна последовательность из нуля и единиц. Это просто биекция между 2 в степени n, крест 2 в степени n, да? Вот таких множеств. Биекция на 2 в степени n. Все. Согласитесь, это более элементарное рассуждение и оно более четкое, потому что «то, что вы говорите отрезок и квадрата, ну, на самом деле оно так и доказывает, что отрезок и квадраты равномочен через вот это подтверждение. Хорошо. Так, а вот меня интересует теперь такой вопрос. Почему континуум крест-континуумram крест-континуум счетное число раз снова дает континуум? Там также выписано, идем ЗМИ и Крыфе. Ну, правильно! Что такое континуум крест-континуум крест-континуум счетное число раз? Это, соответственно, вы пишете первую строку из нуля единиц Потом, представляете, к ней вторую строку из нуля единиц Потом третью строку и так далее Четвертую, пятую и так далее Получается вот такой уголок из нуля единиц Ну, понятно, что можно вот так пройтись, например, по этому уголку И получится ровно одна последовательность из нуля единиц Таким образом, получается опять, что континуум в счетной степени Это снова континуум Так, хорошо Значит Теперь там была задачка про Давайте посмотрим следующую задачку Континуум в степени континуум Да, вот как упростить континуум в степени континуум Физикер континуум То есть, давайте так, континуум в степени континуум Какая у вас догадка? Два в степени континуума Да, это два в степени континуума Вот как это показать аккуратно? Как это можно аккуратно показать? Можно функцию рассматривать как подможество в квадрате Да, например, если мы докажем, что континуум – это мощность отрезка 0.1, скажем Но это как раз тоже стандартная задачка Давайте каждый из вас ее аккуратно сам сделает Дол То что такое тогда континуум в степени континуума? А я по квадрату имел в виду Это в точности сколько функций Из отрезка 0.1 в отрезок 0.1 Ну, любая функция однозначно восстанавливается по своему графику Ну, какой-то график, он не обязан быть, так сказать, замкнутым подмноженным Это какой угодно график, да, функции Но понятно, что графика функции Вот, континуум в степени континуума Графика функции По крайней мере, меньше равно, чем подмножество вот этого квадрата Но так как в квадрате континуум точек, то получается меньше равно 2 в степени континуума Ну, естественно, это больше равно, конечно же, 2 в степени континуума точильного соображения Ну, а если мы зажали два кардинала, что один меньше равно другого, а другой меньше равно этого, то они равны Мы теряем контур-бештейн Правильно? Уже вопрос Да-да А почему оно больше и равно 2 в степени континуума? Ну, потому что, смотрите, альфа в степени бета будет, скажем, меньше равно гамма в степени бета, если альфа меньше равно гамма Ну, вот это множество, естественно, намного более, ну, оно вкладывается как в множество сюда Потому что можно, смотрите, можно, что такое 2 в степени континуума, да, это, можно сказать так Если я возьму, скажем, двоечку, это будет вот эти двухэлементные множества, это 0 и единичка, да, двухэлементные множества То 2 в степени континуума это такие функции на отрезке 0 и 1, которые принимают значение только 0 или 1 Согласны, да? Это по определению 2 в степени континуума То есть это то же самое, что под множество отрезков Я понял Да, ну, естественно, этих функций есть меньше равно чем всех функций Понятно сейчас, да? Спасибо Да, пожалуйста, обязательно задавайте вопросы, потому что, чтобы ни в коем случае не было отрыва от понимания Да, потому что если произойдет отрыв, потом вы не нагоните Хорошо, так, это вот, что касалось первой задачки Теперь вот меня интересует вторая задачка Значит, S-бесконечность, да, S-бесконечность, как мы говорили Это есть все объекции натурального ряда на себя Значит, ну и какая будет мощность у S-бесконечности тогда? Континум Тоже континум, да? Как это показать? Ну, можно через С-бесконтер-берштейна Да, давайте через С-бесконтер-берштейн Да, как имя? Ну, можно построить инъекцию из 2 степени N в эти функции Ну, рассмотрим подможество А, подможество натуральных чисел Так И сопоставим ему такую инъекцию, что она точки из этого подможества оставляет в себя, а остальные не оставляют в себя А множество А это какое-то множество? Ну, у нас есть подможество А, подможество натуральных чисел То есть, вы берете любой подможество А, любой подможество натуральных чисел Да, мы берем подможество Да, теперь ему сопоставим функцию Какую функцию? Би-екцию вот эту? Би-екцию Да, что для любого, что если А принадлежит А большому Так То это значит, что f от А равно А Ну, хорошо, вот так, f от А равно А Так, а дальше что? А для остальных, ну, получается, не будет имен Тогда Не, не, сейчас, секундочку Надо же дополнить эту би-екцию до какой-то би-екции Ну, это не би-екция, это инъекция Это инъекция А, ну, эту би-екцию можно дополнить так Мы рассмотрим множество N без А Ну, давайте N без А рассмотрим множество, да Так Вот, надо, соответственно, дополнить его до отображения снова в N без А Потому что у нас би-екции же должны быть Да И как вы будете дополнять? Ну, прощение, у меня есть другое немножко решение Может, я попробую? А, вот сейчас вот, Влас и Андрей, вы пока... Берем первый элемент, ну, у нас N без А можем пронумеровать Берем тогда первый элемент Вот У нас значение, ну, значение N без А Ну, давайте вот это N без А я вот так вот их нарисую Так И что дальше? Мы можем пронумеровать Тогда первому элементу из N без А мы ставим значение второй, а второму – первый Вот так на пару делим Вот так вот? Да А дальше что, вот так вот? Дальше на пару А если это будет нечетное число элементов? Так, если нечетное число элементов, но оно к конечке и тогда можно просто какую-то перестановку, которая не сохраняет себя. В случае бесконечного. Ну, понятно. Ну, в общем, сейчас до конца у вас рассуждений нет, вы сейчас пытаетесь вывернуться, аккуратно сделать. Давайте попробуем вот Иван Янушкевич. Да. Расскажите, пожалуйста, вот ваше решение. Можно построить объект между этими перестановками и пунктом B с предыдущей задачи. То есть пунктом B, а именно континуум на континуум на континуум, вот так, что ли? Да, счетное количество раз. Присвоим каждому натуральному числу его номер из нулей единиц, где в конце, если там единица, это единица, бесконечное количество нулей. И далее просто каждой перестановке запишем такой набор, где первым числом будет то, куда переходит единица, вторым числом то, куда переходит двойка. И так счетное количество раз. Значит, мы провели объект между всем множеством перестановок и счетным количеством произведений континуум, а это по пункту B континуум. Нет, мне кажется, у вас там тоже будут проблемы с рассуждением. То, что это будет объекция, не очень понятно. А давайте попробуем придумать рассуждение такое. Давайте все-таки не сразу объекцию устанавливать между S бесконечности и картинами, а построим по контру Берштейну. Вот смотрите, понятно, что все объекции F из N в N, они лежат просто во всех функциях F из N в N. Согласны? Ну, понятно, что любая объекция является функцией из N в N. Сколько будет функций из N в N по мощности? N в степени N. Согласны? N в степени N. Но понятно, что N в степени N меньше, чем 2 в степени N, скажем, да? И все это в степени N. Согласны с этим, да? Ну, потому что N в степени N, N меньше, чем 2 в степени N. Ну, и я возложу в степени N, и этот возложу в степени N. Но мы знаем, что 2 в степени N, еще раз в степени N, ну, по простому закону, это и есть 2 в степени N крест N. 2 в степени N квадрат. Согласны? Вот. Это выполнено в силу вот такого... Извините, что я так бегаю. Значит, если у вас возьмет, вот, например, Y в степени X, да, и в степени Z, это есть Y в степени X крест Z. На уровне множеств, вот, выполнен такой экспоненциальный закон. Вот. Поэтому можно написать, что мощность 2 в степени N и все в степени N, это то же самое, что 2 в степени N квадрата. Но N квадрат равномочный чему? N. N. Значит, получается, это в точности 2 в степени N. Да? Таким образом, вот множество всех этих функций из N, V, их столько же, сколько континуум. Да? Значит, мощность этого множества, это континуум. Таким образом, мы и оценили вот эту мощность, что она меньше, а она континуум. Да? По крайней мере, она меньше, а она континуум. А давайте в этом множестве выберем какие-нибудь хорошие-хорошие перестановки, которые снова дают континуум. Вот. То есть, в одну сторону мы оценили это просто. А теперь давайте выберем в этом бесконечно какой-то набор перестановок, которых в точности континуум. Смотрите, я предлагаю выбрать такие перестановки. Давайте вот разобьем, например, число 1, 2, потом я немножко отставлю 3, 4, потом немножко отставлю 5, 6 и так далее. И перестановки у меня будут такие. На первом месте либо тождественно, либо транспозиция. На втором месте, на втором 3, 4, либо тождественно, либо транспозиция. И так далее. Здесь, например, тождественно. дальше принят транспозиции сколько будет он таких перестановок здесь коду это либо нулем или либо единичке 0 это если коже yn точности контину вот точности кантин причем как вы думаете какой будет порядок вот таких вот элементов в группе с бесконечности знаете что такое порядок ровно два да то есть вот любая такая перестановка то вот такого виду то в квадрате равно им ну или е то есть мы уже нашли не только континуум перестановок которые как как-то лежат а даже континуум элементов 2 порядка до лежащее нашей группе с бесконечности но более того даже можно понятно обобщить это например найти континуум элементов третьего порядка скажем 5 порядка 4 порядка 6 порядка точно для порядка когда континуум элементов лежащих вот в этом бесконечность хорошо Давайте вот пусть еще на дом будет такая задачка Сразу напишу, пока вот сейчас мы говорим про это Давайте на дом номер 1 такая будет задачка Доказать, что существует континуум элементов бесконечного порядка в группе S-бесконечности Здесь мы предъявили континуум элементов конечного порядка А на самом деле можно выбрать континуум элементов бесконечного порядка Которые снова лежат в бесконечности Но это не так сложно, но тем не менее давайте это оставим на дом Так, хорошо, значит Ну, построить явную биекцию между отрезком и полуинтервалом, наверное, многие сделали, да? Там как бы есть смысл разбирать? Кто-нибудь сделал явную биекцию между отрезком 0.1 и полуинтервалом 0.1? Ну, точка в себя 1 делить на n в 1 делить на n плюс 1 Ну, да, да, это вот стандартный такой трюк Стандартный трюк, да? Значит, если у вас был отрезок 0.1 Надо взять вот такие точки 1, 1, 2 Например, 1, 4, 1, 8 и так далее В точках отличных от точек 1, 1, 2, 1, 4, 8 и так далее Все на месте остается А вот эти сдвигаются вот так вот И так далее Получается стоимость биекции между отрезком 0.1 и полуинтервалом 0.1 Значит, так Теперь задачка номер 4 Нас интересует метрическое пространство какое-нибудь И чтобы в нем было два шара замкнутых И шар большего радиуса лежался строго внутри шара меньшего радиуса То есть сделал? Да, можно взять три точки напрямую Три точки, да? Да Ну, скажем Расстояние между... Ну, один между соседними расстояниями То есть метрикоиндуцированность прямой А можно так? А можно просто взять абстрактные три точки А, В, С И сказать, что здесь пусть будет расстояние, скажем Р маленькое Здесь расстояние Р маленькое А здесь какое расстояние будет? Два Р маленькое Например, два Р маленькое, да? Тогда какие шары мы будем брать? Ну, вот с центром в точке Б радиуса, например, 5 четвертых Р Просто Р Давайте просто Р большое А с центром в точке Шар И с центром в точке Шар Из чего этот Шар состоит? А, В, С Из точек А, В, С Да, из всего множества нашего Х А, В, С Так, а второй шар как мы будем брать? Центром в точке А радиуса Ни второго Семь четвертых Давайте 2 Р маленькой минус Эй Согласны, да, что так можно сделать? Из чего он состоит? С точкой А и В А и В Вот и все Получается, шар большего радиуса Лежит строго в три шара меньшего радиуса Потому что центры разные Да? А вот теперь такой вопрос Видите, здесь вот этот радиус Р большое Это 2 Р маленькая минус Эй Это наталкивает на мысль, что Р маленькая и Р большое Вот в такой задаче не могут быть произвольны Давайте докажем следующее утверждение Что если у нас есть какое угодно Метрическое пространство И есть два шара В с центром, скажем, в точке В маленькая радиуса Р маленькой Замкнутой И он в себе целиком содержит Но не совпадает с шаром С центром в точке А радиуса Р большое Замкнутой Но отсюда вытекает, что Р большое Строго меньше, чем 2 Р маленькая Вот давайте это аккуратно покажем То есть Шар большего радиуса может лежать Но его радиус больше не может быть Он всегда должен быть меньше, чем 2 Р маленькая Можно сказать? Ну давайте буквально 10 секунд себе подумают А потом вы скажете Хорошо? Сейчас пусть все подумают Дальше вы расскажете, почему это так Так, ну какое рассуждение? Допустим, точка С лежит в первом шаре Не лежит во втором Тогда расстояние БС Не меньше либо равно Р малая Так, сейчас Давайте рисует картинку Вот у нас была точка Б И был радиус Р маленькая И вот мы нарисовали Шар Даже замкнутый Шар Вот взяли точку А другую И нарисовали радиус Р большое Получили замкнутый Шар И давайте рассмотрим точку С Как вы говорите Который лежит в шаре с центра в точке Б Но не лежит в центре в точке А Да? Правильно? Кто мне хотел рассказать решение? Вот я Да-да, пожалуйста, смотри С Расстояние от С до Б Оно меньше Р Меньше или равно Р малого Меньше или равно Р маленькая Расстояние от Б до А Меньше или равно Р маленькая Да Меньше или равно Р маленькая Да Расстояние от С до А Оно оценивается сверху как От С до Б плюс Б до А То есть оно меньше или равно Р маленькая Согласен, да? Значит Но с другой стороны Это расстояние должно быть строго больше, чем Р Правильно? Значит Тогда получается что? Что это расстояние Вот это расстояние, так скажем, Д Больше, чем Р Но меньше оно Но 2р маленькая Согласны? Ну и вот это получается Что Р большое Меньше, чем 2р маленькая Вот Согласны все, да? Вот Хорошо Вот такое соотношение есть, да? Так Теперь давайте про пятую задачку Кто-нибудь сделал пятую задачку Про полнометрические пространства И последствия сложных шаров? Я тоже сделал Так Ну хорошо Давайте Андрею, расскажите, пожалуйста Множество натуральных чисел Так Ну само множество X Это множество натуральных чисел, правильно? Да С метрикой Расстояние между двумя натуральными числами M и N Это модуль 1 делить на M Минус 1 делить на N Сейчас, давайте я Сейчас, секундочку я Сотру И, соответственно Значит X Это у нас множество натуральных чисел Да Ну просто да Множество натуральных чисел Просто без скобочки писать Так А метрика какая Насчет D от M Расстояние между точками M и N Это модуль 1 делить на M Минус 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 1 делить на M Вот так вот, да? Да Так, хорошо Берем последний шаров С центром Ну, и ты шар С центром И и радиусом Они делить на I Так, давайте проверим Что это метрика Давайте посмотрим Метрика Ну, во-первых То, что это не отрицательная функция И равна нулю только Когда M Сопадает Очевидно Симметричность тоже очевидна Давайте я раз треугольника проверим Ну, тоже очевидно Ну, предусложим два модуля Сумма двух модулей меньше Почерь равна модулю суммы А там 1 делить на M Минус 1 делить на N Ага Рассадитель Да, действительно Тоже очевидно получается Да Значит Да Очевидно И теперь, значит Мы берем такие шары Значит Вот у нас есть точка 1 Точка 2 Точка 3 Точка 4 Значит Я беру шар Себра в точке I И какого радиуса 1 делить на I 1 делить на I Значит Из чего состоит такой шар Получается Но он состоит Как минимум Из точек I Всех точек Больше либо равных И каких-то предыдущих точек Наверное Ни одной предыдущей точки То он не должен снижать Наверное Да нет Как минимум Шар Центр 4 Радиус 1 Четвертая содержит Трой Потому что Расстояние между ними 1 двенадцатая А тут шар Радиус 1 Четвертая Он содержит Шар с центром 4 Вот этот Содержит Два То есть все точки Кроме единиц Сейчас А у вас Вложенность будет? Вложенность будет У нас же все Следующие точки Не будут вложены А вот предыдущие Допустим Какая-то предыдущая В шаре С большим номером Какая-то точка Меньше Будет вложена А в предыдущие Не будет Но тогда мы знаем Что расстояние От этой точки Да Точки больше В номером Больше чем Расстояние от этой точки Дресс шара С меньшим номером Вот А у нас Радиус У точки С большим номером Меньше чем Радиус точки С меньшим номером А вот Ну да Я понял Здесь похоже Что у вас получится Да Потому что У вас шары Будут Как бы Собережать Эти туч И еще Сколько-то Элементов До Точки И Да Но Это Количество Элементов Будут Потихоньку Тоже съезжать В сторону Он будет съезжать Потому что Шаре с радиусом 4 Шаре с центром 4N Не будет Содержаться Точки N А вот Можно предъявить Такую метрику Другую Вот на этом Чтобы у вас В точности Вот скажем Чтобы шары Были совсем Хорошие А именно Чтобы это было Вот так вот Такой Вот такой радиус Р И ты взять Чтобы это было Просто И И плюс 1 И плюс 2 И так далее То есть Просто Чтобы вот Такие Замкнутые Вучи Ну в смысле звучит Да? Можно Дискретно Вот там Давайте посмотрим На Метрику Такую Так Сейчас Секундочку Вот Сейчас Давайте попробуем Вот такую метрику Придумать Значит Пусть это будет 0 Если М равно Н И пусть Это будет 1 Деленное На Минимум Из Н И Н Если Н Не Равно М Вот Такая Метрика Мне кажется Это будет Метрика Осталось Поехать Треугольник Понятно Что все Корректно Неотрицательно И симметрично Давайте посмотрим Нерависто Треугольника Будет Выполняться Но Треугольник Здесь Может быть Какой Все точки Совпали Это неинтересно Две точки Совпали Третье Не совпало Это тоже Неинтересно Осталось Вот взять Например Такие точки Н Скажем Н И К И пусть Это будет Вот так Н Н Н К Тогда Здесь Какое Расстояние Будет У нас 1 Делить На 1 Делить На М Здесь Какое Расстояние 1 Делить На Н Да А здесь Расстояние Будет 1 Делить На М Ну все Тривиально Выполняется Согласны Сумма Вот этого И этого Конечно Больше Либо равна Чем Вот Это Согласны Что Это Будет Метрика Все Согласны Хорошо А вот Теперь Давайте Рассмотрим В этой Метрики Вот Такой Шар Радиус С центра В точке М И Радиуса 1 М Замкнутый Шар Давайте Посмотрим С чего Состоит Это Видимость Ну да Потому что Если я возьму Точку М Ну Сама Точка Естественно Лежит Дальше Если я беру Любую точку Скажем М Плюс 1 М Плюс 2 И так Далее То Расстояние Здесь будет 1 На М В Точности Да Согласны Да 1 На М В Точности А Мне не нравится Это рассуждение Знаете почему Потому что Это не полная Метрическая Пространство Потому что Радиусы 1 На Н Стремятся К нулю Согласны Если Вот так Как я Подделил Радиус 1 На Сремятся К нулю А Если бы В этой Задачи Я бы Потребовал Чтобы Было полное Метрическое Пространство И радиус Шар Снимитесь К нулю То Вы помните В анализе Что у них Есть Ровно Одна Общая Точка Помните Так Принцип Кантер Да А вот Здесь Один На Стремитесь К нулю К сожалению Значит Вот Мое Пространство Такое Неполное Согласны А давайте Немножко Подправим Эту метрику Давайте Подправим Эту метрику Чтобы Это Было Полное Пространство Плюс Один Написать Давайте Вот Здесь Напишем Вот Так Вот Один Плюс Вот Так Один Плюс Один Делен Тогда Я утверждаю Что Здесь Совсем Будет Хорошо Давайте Поймем Почему Во-первых Неравенство Треугольника Тоже Имеет Смысл Проверять Только Для Трех Разных Точек М Меньше Н Меньше К Согласны Да Значит Ну Тогда Любое Расстояние Между Думя Разными Точками Оно Соответственно Вот Это Расстояние Оно Всегда Больше Единицы Да Потому Что Это Единица Плюс Что Положительное Да С другой Стороны Оно Меньше Либо Равно Один Плюс Один Согласны Меньше Оно Двойки А Давайте Вот так Поставим Два Менима Чтобы Было Совсем Хорошо Чтобы Меньше Было Трех Вторых Один Плюс Одна Вторая Максимум Будет Меньше Оно Трех Вторых Во У нас У Любых Двух Точек Расстояние От Разных Точек Больше Единицы Но Меньше Либо Равно Трех Вторых Согласны Почему Это Будет Полная Метрическая Пространство Давайте Сначала Полноту Проверим Кто Готов Сказать Почему Это Полная Метрическая Пространство Если Последовательность Возьмем Эпсилон Достаточно Маленький Меньше Единички Получается В эти Две Точки Эпсилон В последовательность Каши Будет Тока Сама Точка Ну Да У нас Любая Последовательность Каши Стабилизируется Она Стабилизируется В какой-то Точке Потому Что Здесь Расстояние Между Разными Точками Всегда Больше Единицы Согласны Да Прекрасно А что Это Полная Метрическая Пространство Почему В этом Случай Не Работает У нас Расстояние Между Двумя Точками У нас Будет Больше Возьмем Точку Нет А Соседние Рассмотрим Эпсилон Не Работает Здесь Выходите Что Не Работает Почему В предыдущем Метрика Не Была Полной Давайте Тоже Рассмотрим Фундаментальную Последователь Начиная С Какого-то Эпсилон Нет Сейчас Андрей Смотрите Я пока Обычно Так Если Я Вот Так Написал То Радиусы Стремятся К Нулю А Было Утверждение Противоположное Тому Что Мы Хотим Доказать Что Если У нас В полном Метрическом Пространстве У вас Сходится К Нулю Что Смотрите Давайте Все-таки Вернемся К Вот Этому Пример Давайте Проверим Что Здесь Все Хорошо Да Во-первых Неразь Трегонника Очевидно Потому Что Расстояние Между Вот Этим Точкой Меньше Равну Трех Вторых А Здесь И Здесь Уже По крайней Больше Двойки Да Сумма То Неразь Трегонника Выпорно Ну И Соответственно Если Я возьму Теперь Вот В этом Метрическом Пространстве Шары Замкнутые Радиус С этого В точке М И радиус Соответственно 1 Плюс 1 На 2 М Да То Это В точности Получится Что Луч М М Плюс 1 М Плюс 2 И так Далее Согласны С этим Да Потому Что Предыдущие Точки Не попадут Потому Что Радиус Будет Больше Чем Вот Согласны С этим Да Вот У вас Смотри Согласны С этим Да Я понял Вот Да Вот эти Точки Предыдущие Точки Не попадут А вот Точки Я Мм Плюс 1 Плюс 2 И так Дальше Попадут Вот Ну и Все Значит Пересечение Таких Шаров Это Пересечение Наших Лучей Первый Луч Это 1 2 3 И так Далее Второй Луч 2 3 4 И так Далее Третьего Луч 3 4 И так Пересечение Пусто Все Вот Мы с вами Справились Заодно Потренировались В том Что Какие Бывают Метрики И почему Там Что-то Полное Что-то Неполное Хорошо Так Теперь Задачка Шестая Надо Было Найти 2 Замкнутых Множество Плоскости Со Стандартной Метрикой Стандартной Топологией На Плоскости Р2 Такие Что Они Не Пересекаются Не Пустые А Расстояние Между ними Ноль Натуральные Число Натуральные Число Плюс 1 9 Плюс Может Гипербола И Гипербола Можно Взять Вот Давайте На Плоскости Красивее Значит Приятного А сейчас Мы все Разберем И на Плоскости И в Пространстве Сейчас Разберем Значит Вот Пространство На Плоскости Предлагается Видеть Так Давайте Возьмем Одну В Гиперболу Например Понятно Что Это Замкнутые Множества Одна И Вот Это Ось Х Понятно Что И то И другое Замкнутые Множ На Плоскости Это Очевидно Значит Пересечение Пусто А Расстояние Между Меной Потому Что Точки Здесь Убегают Бесконечно Они Сближаются А Напрямую Можно Был Взять Так А Это В Точности Натуральный Ряд А Б Это Вот Такие Числа Давайте Так Например Например Н Плюс Один Скажем Делить На 2 Н Где Н Больше Один Числить Н Н 1 2 Н Был Такой Ряд А Второй Ряд Был Вот Соответственно Вот Такой Приближающийся Ну И Подходит Что Вы Говорите А Плоскость Он же Тоже Подходит Да Конечно Потому Что Отключить Напрямую А Прямая Лежит На Плоскости Да Поэтому Все В Порядке Да Может Было И Так Хорошо Хорошо Так Теперь Седьмая Задачка Про Диаметр Метрического Пространства Значит Если У нас Было Соответственно Метрическое Пространство xd Например Бесконечного Диаметра То есть Расстояние Между точками Было Неограничено В этом Метрическом Пространстве Как ввести Другую Метрику Дэс Волной Но Такую Чтобы У вас Теперь Диаметр Стал Конечно Еще Раз Чтобы Расстояние Было Меньше Да Чтобы Расстояние Между Между Доготочками Было Меньше Ница А Топология Была Тоже Самое Можно Взять Позици От Блин Предыдущего Расстояния И Разделить На Бип Полам А Можно Вот Такое Взять Д Делить На Д Да Вот Мне Так Больше Наразить Можно Орканго Сможет Тоже Нормально Можно Взять Так Д От От Взять Д Д Вот Так Так Перенормировка В каком Смысле То есть Новое Расстояние Это Д Х Д Д на 1 плюс д от x и легко проверяется что все 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 вы здесь для этой метрики что метрика что не раз треугольника выполнено и так далее и вопрос такой почему топология будет той же самой потому что открытые шары будут теми же самым только с другими немножко радиус согласно да то есть вот скажем если d меньше чем эпсилон это означает следующее что для словно и меньше чего меньше чем эпсилон деленное на 1 плюс эпсилон согласны вот ну и соответственно если эпсилон маленькая очередь если я все очень маленькая то 1 плюс эпсилон вот этот вот множитель это он близок к единице поэтому если шарики были маленькие вот в этой метрике то они будут маленькие вот в этой метрике и наоборот и наоборот если вот это число было маленьким да это означает что и д было маленьким вы сказали что меньше чем эпсилон 1 плюс эпсилон 6 но почему-то с одной меньшей мапсилон 1 плюс эпсилон нет и если вот это д меньше чем эпсилон то вот такое отношение д на 1 будет меньше чем эпсилон 1 плюс эпсилон а почему там же занятие другую сторону царь не быть давайте проверим Это возрастающая функция. Надо доказать, что вот такая функция является строго в анатонной, строго взрастающей. Ну да, правда, 1 минус, то есть вот это. Значит, функция такая у нас будет. f, скажем, от лямда равно чему? Лямда, деленная на 1 плюс лямда. Согласны? Ну да, это 1 минус 1 на 1 плюс лямда. Да, конечно, это будет 1 минус 1 на 1 плюс лямда. Ну и все, значит, это строго взрастающей функции. Согласны, да? Потому что единственная 1 плюс лямда строго бывает, значит, эта строго взрастает. Все. Поэтому вот здесь в обе стороны идут вот такие неравенства. Ну и поэтому, если ε маленькая, то это будет тоже маленькая, потому что 1 плюс ε почти единичка, а здесь тоже делен на ε. На ε и наоборот. Все понятно, да? Значит, вот тут у нас почти, кроме вот Квасова Андрея, значит, вот Инушкевич Ивана, Абрамея, Давида, практически никто не высказывается. А вот просто сложно успевать высказываться. Сможно, успевать. Я перехомен с Андреем. Понятно, понятно. Хорошо. Так, а вот у нас сейчас присутствует, значит, вот, так, сейчас, секундочку. Секундочку. Так. Так, а Привудская Екатерина присутствует сейчас? Нет, в прошлый раз она была активна очень, она говорила, как бы, всего. Помощная Екатерина, да. Так, хорошо. Так, значит, ну, смотрите, мы с вами доказали вот эту задачку номер 7. Вот, ну, понятно, что диаметр у такой метрики будет единиться, да? Да, если у исходной метрики диаметром бесконечности, то у D с волной диаметр будет единица. Ну, вот, а топология та же самая. Так, хорошо. Дмитрий Владимирович, а можно уточнить кое-что по поводу того, что вот метрики эквивалентны? Ну, то есть, почему вот метрика топологии заданной D с волной совпадает с топологией заданной D, да? Вот это вот. Да, 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 вот тут вы то, что взяли D меньше ε, тогда надо взять D с волной меньше ε, делить на 1 плюс ε, чтобы шар, шар, который порождается D с волной, и лежал внутри шара. Даже не лежал, он просто был равен. Не то, что лежал внутри, а просто он будет равен. То есть, шар с центром в любой точке x относительно метрики D и радиуса ε в точности равен шару с центром в той же самой точке x с метрикой D с волной и радиусом ε делен на 1 плюс ε. Это просто простая алгебра, то, что если у вас число, неотрицательное число меньше ε, то вот при такой функции то же самое, что соответствующее D с волной меньше, чем ε плюс 1 плюс ε. Поэтому вот эти шары просто совпадают, только у них радиусы разные. Вот это сейчас понятно, да, Даю? Честно, не очень. Ну вот я не понимаю, вот это только равенство прям, почему равенство, если радиус разный у нас. А потому что, смотрите, что такое шарик, элемент, скажем, ну давайте это докажем вопрос, давайте правильно, значит, я думаю, я немножко просто быстровато иду, может быть, многие уже, так сказать, басадок выплыли. Просто они будут содержать вот не те же элементы, знаете. Они содержатся из одних тех же точек. Давайте проверим оба включения. Значит, мы хотим проверить следующее, что b ε в метрике D от x, скажем, x0, да, просто равно b в метрике D с волной ε на единице плюс ε от x0. Как мы будем проверять разницу двух множеств? Ну, включение в обе стороны, да, вот так и вот так. Давайте вот в это включение проверим. Значит, мы берем любую точку y, принадлежащую вот этому шару. Отсюда вытекает, что расстояние от точки y до x0, что? Меньше ε. Вот. Но если это число просто, вещественное число, меньше, чем ε, и не отрицательное, это равносильно тому, что D от y, x0, деленное на 1 плюс D от y, x0, меньше, чем ε, деленное на 1 плюс ε. Вот с этим вы согласны? Потому что функция вот этого строго взрастающая. Ага. Согласны. А что значит вот это? Вот это же, это просто расстояние D с волной от y до x0. Ага. Ну, значит, получается, что y маленькая лежит вот в этом шаре? А. Ну да. Сейчас понятно, да? Наоборот, то же самое, вот, как бы, если у вас вот это расстояние между ε, отсюда следует, что вот это меньше, чем ε. Потому что вот такая функция очень хорошая. Мы не абы какую функцию взяли, а функцию такую. f от ε, вот еще раз повторяю, это ε деленное на 1 плюс ε. Да? Значит, как она выглядит? ε в нулю это ноль. Потом производная у нее в нуле какая будет? Какая у нее производная в нуле будет? Посчитайте производную f в нуле. А может, у нее нет производной f в нуле? Как ты? Ну, это 1 минус плюс минус 1 минус. Ну, посчитайте, посчитайте производную. А, нул. Ле будет это 1 делить на 1 плюс самка квадрат. Давайте честно посчитаем f-штрих. 1 будет 1. Что такое? Это ε-штрих на 1 плюс ε, да? Минус 1 плюс ε-штрих на ε, деленное на 1 плюс ε в квадрате. Да? Если вот так вот считать. Ну, если одно делить на другое, да? Ну, ε-штрих по ε, это будет просто 1. Значит, получается 1 плюс ε. минус, здесь тоже будет, соответственно, просто единичка, будет минус ε. Правильно? Деленное на 1 плюс ε в квадрате. Значит, ε на это все уходит, получается 1 деленное на 1 плюс ε в квадрате. Вот ее производная в любой точке ε. Отличная от минус единиц. Но у нас ε не отрицательный. Поэтому в ε равном нулю, что у нас получается производная какая? Единица. Единица. Значит, вот здесь вот у вас есть вот такая вот прямая. И вот функция вот так, извините, аккуратно сейчас навесу. Функция такая. Вот здесь вот есть бисектриса. А функция вот такая. Сейчас, плохо, без второго. Вот так вот. Раз. И уходит на единичку сюда. Потому что когда у нас ε стремится к плюс бесконечности, вот эта штука стремится к единице. Снизу. Вот. Поэтому у нас, когда маленькое значение функции, это равносенье того, что маленькое значение аргумента было. Поэтому шарики, когда они уменьшаются, шарики в одном смысле, они уменьшаются и в другом. И поэтому открытые множества будут одни и те же, что в одной метрике, что в другой. Отлично, отлично. Сейчас понятно, да? Так. Спасибо. Так, давайте так посмотрим. Киселёв, Дмитрий, вам сейчас пока все понятно, или какие-то вопросы есть? Я готов ответить на любой вопрос. Так. Ну, какой-то другой вопрос ответится. Так. Ну, будем считать, что понятно, да? В любом случае, как только возникает непонимание, вы сигнализируете, да? Потому что я могу немножко быстровато говорить. Так, хорошо. Значит, давайте переходить теперь к теме сегодняшнего занятия. Мы много будем времени тратить на задачки, потому что задачи нестандартные. В топологии нет как бы стандартных задач. Там каждая задачка, она уникальна. То есть, это не то, что анализ, скажем, где надо взять там 100 производных, 100 интегралов, да? То есть, здесь все, значит, индивидуально, да? То есть, все очень исключительно. Каждая задачка, кстати, не похожа на другую. Так, значит, давайте с вами поговорим про другие аксиомы одинимости. Какие мы знаем, все выделились, напомните мне? Т1 и Т2, да, и Т1. Т1 и Т2, да, Т2 это хуздор. Т1 это замкнутость одноточных подножиц. А сейчас мы поговорим про аксиому Т0, Т3 и Т4. Есть еще очень важный аксиум Т3,5, но пока про нее говорить так все это но я пишу так магическое пространство удовлетворяет аксиомы t0 или аксиомы отделимости 0 это же аксиома за аксиомы отделились калмагорова она заключается в следующем для любых двух точек x и y из икса разных выполнено следующее или существует открытая окрестность точки x я вот так буду писать смотрите x принадлежит у а у лежит в икс и up на open то есть у открытой в x такое что у не содержит и или другое выполнено что существует окрестность в окон из x такое что вы не содержит x то есть чем это аксиома отличается так все вот и один тем что хотя бы одно условие должно быть не оба условия одновременно хотя бы одно из них вот давайте простейший пример t0 пространство который не является 1 это так называемая связанные двоеточие вот у вас есть точка а . b все пространство их состоит из этих двух точек и топология такая это пустое а b и открытое множество а все вот три открытых подножить пустое а в и а очевидно что это топология ну все аксиомы проверяются очевидно если пустое всего множество и 1 . открыто а . бы не является открытым все топологии аксиомы топологии легко проверяются раз и то что это 0 пространство очевидно вот она точка 1 на точке b ну и то что это нет и один процент тоже очевидно потому что если бы это было т1 и диск и пространство конечного числа . это дискретная топология как вы знаете вот а здесь . b не является открытым ну все если получается что ты 0 она вытекает из т1 конечно но в обратную сторону не верну и стала не вытекает так а теперь давайте поговорим про аксиомы т3 правильно ли я понимаю что т1 отличается тем что в т1 стоит вот такая система да а ты 0 стоит вот так или да совершенно правильно вот а самом деле более слабая аксиомы делились чем-то но не существует как бы в каком смысле существует я сейчас не буду говорить но более-менее понятно да что если у вас нет то 0 актив 11 ты бывают такие точки которые для любого открытого множества либо одновременно лежат в нем либо одновременно не лежат в нем и поэтому как бы там как ну это бессмысленно рассматривать не то 0 пространство бессмысленно хорошо значит а теперь дать поговорим про аксиомы т3 давайте поговорим про аксиомы т3 сейчас я сформулирую аксиомы т3 такая пишу на ждать я писать картинку вот у нас будет логическое пространство x пусть у нас была любая точка скажем любая точка а маленькая и любое множество f под множество x а которая замкнута в иксе вот это как пишут клоу да клоу сапсио f это лежит в иксе и замкнута давайте я напишу на похоже надо замкнута и при этом я считаю что . а не лежит в выполнено следующее существует открытая окрестность точки а и существует открытая окрестность вот это множество f как да это существует такое их содержащиеся в который содержится в это же open она большая а такие что у пересечения с выпуском дать рисовать картинку от могла . множество f замкнуты и соответственно есть маленькая окрестность у и маленькая окрестность в которые не пересекаются это за аксиома t3 вопрос верны что из аксиомы t3 вытекает аксиома скажем т2 наверное неверно можете принести контр-пример это правильно из аксиома t3 не вытекает аксиома т3 который я сформулирую именно вот таким образом давайте контр-пример все думают над контр-примером можешь как-то взять все без одной точки что такое нет тут еще был бы замкнутым вот это значит взять одну точку открыли сделать может быть попробую взять пример из предыдущего где было пустое а б а значит сама по себе . б замкнута по моему там выполняет поскольку поскольку мы можем найти у равное а б котором f лежит это наверное все же ошибся нет по моему там точка б не будет окружена окрестности не пересекающей точки а потому что ее окрестность будет только все x тогда связано две точки которые только что посмотрел давайте вспомню да у нас есть точка а точка б вот это открытое может а это замкнутая это единственная нетривиальная пара но если t замкнута то любой но не открыто то любой его окрестность это все x может тогда стоит добавить точку c и рассмотреть пустое a b c a c a c как открыты тогда наверное еще b c тогда у б у замкнута будет окрестность bc у а она сама а я предлагаю поступить здесь более простым способом можно по поводу множество из трех точек по стройке по луне давайте рассмотрим андрей я пытался это сделать если у тебя уже есть пример это будет хорошо сейчас а я предлагаю сделать совсем сразу срубить вот это утверждение на корню как бы простым способом давайте рассмотрим x бесконечное множество или даже конечно стоящим больше чем из одного точки да и возьмем на нем антидискретную топологии просто антидискретные есть пустой x и все больше ничего нет вот как вы думаете акселу т3 в такой форме будет для антидискретной топологии выполнено конечно но тривиальным образом потому что какие у нас замкнуты множество антидискретные только все x и пустое но вы в этой в в этой постановке если все x она она тогда содержит любую точку такого не бывает да нечего проверять а если я пустое тоже нечего проверять антидискретной топологии она улыбкает всеми т3 вот так вот как вы думаете вот такая аксиома т3 называется т3 в слабом смысле в слабом смысле как вы думаете что я должен добавить к этой аксиоме чтобы у нас хотя бы холдорфов из т3 протекала 11 до что все точки для санта множестве тогда вот это . это замкнуты множества и тогда я могу сделать так вот у вас x вот у вас были две точки а и б разные каждый из них и замкнуты множество и по аксиоме t3 они окрестностями разделяется улево у нас холдорфа усесть правильно поэтому т3 плюс т1 вот так это называется т3 в сильном смысле а т3 в сильном смысле называется регулярность то есть регулярное топологическое пространство давайте я всегда буду писать т3 плюс т1 просто просто т3 на самом деле даже общие топологи не рассматривают т3 без т1 то есть у т3 у них всегда в сильном смысле то есть регулярно пространство вы тогда как я только что объяснила здесь из т3 в сильном смысле конечно вытекает т2 а из т2 конечно вытекает т1 значит а теперь давайте напишу аксиому t4 пишу аксиому т4 можно вопрос да да пожалуйста а потому что там запас замкнутых множеств очень ограничен это либо все x либо пустое множество а вот эта картинка она просто не рисуется не для пустого множества не для всего x тут же . должна быть точкой не лежащий в поэтому f тогда это только пустое в один свет и ф это либо если антидискретная топология то там открытое множество пустое x и замкнутые множество тоже пустое x и больше других нету нужд согласно антидискретной топологии вот значит получается вот эту картинку бессмысленно рисовать она автоматически выполняется по логическим причинам для любой антидискретной топологии хорошо а теперь давайте поговорим про аксиому т4 давайте поговорим про аксиому т4 а пишется на так для любых двух множеств а и b языца которые оба замкнуты потом они не пустые и не пересекающиеся рисуют картинку 2 множество а и b не пустое не пересекающиеся существует тогда всегда а содержится у из икса открытое существует б содержится в подножстве открытое такое что у пересечения с в равно пусто то есть если у вас есть два любых замкнутых подножства а и b в иксе то они окружаются маленькие маленькие но все же не пересекающимися красностями это называется аксиома т4 ну и как вы думаете как что нужно здесь как раз еще дополнительно потребуешь что все было хорошо что они до того чтобы точки были замкнуты потому что опять же вот такая аксиома т4 так как я ее сформулировал она тривиально выполнена для антидискретной топологии на антидискретной топологии это бессмысленная топология она даже не это 0 поэтому то что я написал сейчас т4 это называется т4 в слабом смысле а если т4 плюс т1 называется т4 в сильном смысле и это называется нормальность то есть т4 в сильном смысле это нормальные топологические пространство т3 и все это смысле три регулярные топологические процессы потом идут флз корфу потом t1 потом т 0 понятно понятно что конечно же из т4 в 7 смысле конечно вытекают 3 7 смысле это очевидно это Что из следующей усилий на смысл, вытекает T3 усилий на смысл. Да, у нас точки замкнутые. Ну конечно, вы просто берете X, вот это множество F и точка A. Но A замкнута, значит, вы можете считать, что A состоит из одной точки A, а B состоит из F. Ну вот они окружаются в космосе. Прошу прощения, а почему из T1 мы считаем, что все точки замкнуты? А мы проверяли в прошлый раз, что аксиомы T1 равносильны тому, что любая точка замкнута множеством. А, да, вспомнил. Помните, да? Значит, у нас была такая лемма простая, что аксиомы T1 равносильны утверждению, что любое одноточечное подножество замкнутое. Таким образом, у нас есть вот такая замечательная цепочка импликаций. Значит, такая замечательная цепочка импликаций. Сейчас я вот нарисую. Значит, T2, T1, T0, T3, T4. Да? Вот. Понятно, что в обратную сторону, конечно, неверно. Но мы знаем, что если T0 не будет вытекать T1, это связано на две точки. Из T1 не вытекает T2. Это тоже в прошлый раз мы говорили, да? Самая маленькая T1-топология в бесконечном множестве. То, что из T2 не вытекает T3, конечно, это верно, но это сложный пример достаточно. Пока я сейчас не буду говорить. Сложно. То, что из T3 не вытекает T4, тоже сложно. Вот. А как вы думаете, если нарисую вот такую букву? Что это означает? М красивый. Как вы думаете, что это означает? Что, вся xiaoma выполнена? Нет. Что, ничто не выполнено? Нет. Ну, какие вы понятия еще разбирали в прошлый раз и сегодня? Как вы думаете? Мира какая-нибудь? Нет, не мира. Метрическая моя. Метризуемость. М красивый – это свойство метризуемости. То есть я скажу, что у нас есть свойство м красивой если просто данное топологического merk отстранства metrisуема. А что такое метризуемая体? Это что такое? Существует метрика такая, что данное пространство будет метрическим, с такой топологией. существует метрика на данном пространстве, задающая вот эту самую топологию tau. То есть мы скажем, что пространство x-tau метризуемо, если существует метрика d на x-e, такая, что tau с индексом d равно tau, исходное. То есть метрика, задающая данную топологию. Как вы думаете, вот такая импликация будет или нет? Верно, что из метризуемости вытекает нормальность? Да. Это верно. Вот давайте попробуем это доказать. То, что из метризуемости вытекает нормальность. Прошу прощения, можете еще раз сказать, стрелочка зачеркнута из t2, t3 и далее. Какие там слова подписаны? Сложно и сложно. Я здесь плохо написал, но смысл контрпример достаточно сложно строится, мы сейчас не будем это трогать. То есть то, что хусдорфу пространство не обязан быть регулярным, это достаточно сложный контрпример, и что регулярный пространство не обязан быть нормальным, это тоже достаточно сложный пример. Мы сейчас не будем трогать. Я сейчас хочу, чтобы мы придумали доказательство вот этой импликации, что из метризуемости вытекает нормальность. можете считать что у нас уже электрическое пространство xd уже есть электрическое пространство есть два замкнутых множества в нем не пересекающихся надо их окружить маленькими окрестностями открытыми вот там по нерази треугольника может не на конечно использовать треугольника как же еще но но дело в том что аккуратно продумайте аккуратное рассуждение даю пять минут это не очевидно утверждение это не очевидно так расстояние между множеством может быть 0 у нас на плоскости р2 из гиперболу есть оси икса расстояние между ними 0 они не пересекаются значит ваши рассуждение должно проходить так чтобы разделить например правую языке первую и оси иксов это два запас подошли а то есть тогда нужно брать расстояние от точки множества до другого может ну вот вот да надо что-то этот тип этого брата дальше придумать рассуждение давайте даю пять минут просто все подумайте да это хорошая задачка это не так просто потому что дополнение открыто ну а формально формально это следует того что график гипервола это график непрерывной функции да да можно можно конечно график непрерывной функции является замкнутым ложь это можно оказывать вот как бы мы к этому немножко перейдем до чуть позже может через семена вы поговоря о том про графики непрерывной функции и так далее уже про непрерывные функции в топологии и Сейчас, пока мы считаем, что более-менее очевидны для нас, понимая, что это не первая замкнутая подножка в плоскости. Ну, прямая очевидна, что замкнутая подножка в плоскости. Итак, даю, пожалуйста, пять минут, чтобы все подумали, почему. Если есть метрика на пространстве, то это нормальное топологическое пространство. Знаете, я хочу немножко еще рассказать материал, потому что иначе домашнее задание будет совсем куцель. Так что вот это будет задачка номер два домашняя, доказать, что из метризуемости вытекает нормально. Вот заодно все подумают и придумают. Давайте немножко пойдем дальше, потому что мне надо сегодня еще кое-что рассказать. Кто мне скажет, пусть у нас есть топологическое пространство, X-TAL, что такое база топологии или открытая база топологии? Что это такое? Это как-то набор множеств, которые, объединение которых является спорождатым полом. Конечно, объединение по-конечно. Нет, неправильно. Это вот набор открытых множеств, а любое, другую открытая, как можно писать и ходить. Да, во-первых, первое утверждение, что B-то красивое, это просто набор каких-то открытых множеств и стало, да? А второе утверждение такое, что для любого множества U из X открытого существует набор V лямб альфа, скажем, альфа из какого-то индексного множества лямб, да? Такие, что все V альфа лежат в бета красивым, да? И при этом объединение по всем альфам из лямб большого V альфа равно вот этому U. То есть, другие слова, аксиома такая, что любое открытое множество, есть какое-то объединение, неважно, счетное, континуальное, гипер-континуальное, какое хотите, объединение под множество из вот этого бета. Под множество из бета. Сейчас понятно, да, определение? Хорошо. Ну, какие бывают базовые топологии, тривиальные базы, какие бывают? Ну, конечно, масса по множеству. Ну, во-первых, бета-красиво, например, равно всему Тау, да? Это, конечно, тривиальная база. Ну, как бы, да, ну, если вы найдете все множества, и, конечно, это база. Но нам интересно рассматривать бета-красиво, состоящее из как можно более редкого набора подножеств, с которыми, соответственно, удобнее работать. Может, вот из одной точечки? Не-не-не-не. Сейчас в общей ситуации, кроме вот этого, ничего написать нельзя. Сейчас я расскажу следующее, да, определение. Топологическое пространство X-TAL называется удовлетворяющим второй аксиомой счетности 2AC, да, аксиомой счетности. Вторая аксиома счетности. Если, по определению, существует не более чем счетная открытая база топологии. То есть у этой топологии на X-е есть база, состоящая либо из конечного числа элементов, либо просто из счетного числа элементов. Обычно говорят так, вот существует счетная база. Ну, формально это не совсем так, потому что вы понимаете, что если X — это конечное множество, да, то у него просто подножить конечное число, поэтому счетной базы там никак не наберете. Но тем не менее, обычно, так говорят, существует счетная база, да, но пространство существует не более чем счетная база. Это называется вторая аксиома счетности. Вот как вы думаете, если я рассмотрю, как вы думаете, если я рассмотрю стандартную плоскость R2, да, стандартную плоскость R2, со стандартной метрикой теории Пифагора и со стандартной топологией. Просто R2 со стандартной топологией. Оно будет ли творить вторая аксиома счетности или нет? рациональный точка из точки которых обе карната их сыграть рациональный да и взять открытые кружки радиуса рациональных честь радиус рациональные числа положительные и это будет базы топологии ну более-менее верится в то что это база а что-нибудь поменьше можно сделать вот вот из этой базы выбрать еще меньшее количество что тоже было база ну центра даже не обязательно рациональными делать а в каких точках можно взять можно брать рациональные рашки ой нет целые точки нельзя брать можно брать рациональный радиус и не больше какого-то числа а можно еще меньше взять единицу меньше единицы не может быть рациональные радиусы например 1 на 2 в степени вот такие радиус 1 2 1 4 до 8 и так далее а центры можно взять во всех рациональных точек а можно ли персоной радиус или до 1 зеленый на этот период тоже паразит достаточно что получить сам точке если у нас будут центры в любой рациональной точке на плоскость а радиуса буду скажу 1 на этот период то это все равно будет открытая база давайте это будет дозрачка номер 3 диза сейчас на совсем мало времени поэтому будут сразу я буду писать можно же брать любое другое сюда плотное множество можно 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 еще раз как звучит домашняя задача на доказать что открытые кружки радиуса 1 на и факториал для всех натуральных и с центрами в точках x и y такие что x и y это рациональные точки ну то есть обе когнаты рациональны что вот такие открытые кружки образуют базу топологии r2 понятно да сейчас давайте это будет уже надо просто и сейчас к сожалению много материалов подговаривать да надо будет просто и задачки но вы зато уже большинство из вас решили не почти все решат почти все решат почти все хорошо а как вы думаете что такое всюду плотное подмножиство в топологическом просто если пересечь открытой окрестность найдет соответственно содержащих пересечении нет не так по множеству топологическом просмотров около крышу плотно если что те точки предельно ну так скажем замыкание этого по множеству есть все x а с чертой это x как вы думаете что такое замыкание по множеству это меньшее замкнутое пересечение всех замкнутых подможеств содержащих например например так это в точности вы берете все замкнутые подножства икса который содержит а их пересекаете это конечно будет тоже замкнутые подмножить пересечении любого набора замкнутых множеств замкнутые множества да и она конечно тоже содержит а то есть можно сказать что так что замыкание а это есть пересечение всех f таких что f содержит а и замкнутых все и это и соответственно минимальная не извините минимальная наименьшее знаете разницу между наименьшими минимальная это наименьшее замкнутое множество содержащие в себе а вот наименьшее на просто решили вот это замыкания так вот по множеству называется всюду плотно вы все если его замыкание это все икс а как вы думаете что такое сепарабельное топологическое пространство все по-ро-бе-н-о-не если что-то желание объединение счетная база если существует а плотное подможество первое что а всюду плотно а второе утверждение что мощность а не более чем счет по-другому скажем так что топологическое пространство за сепарабельным если в нем найдется не более чем счетное всюду плотное подможество ну как вы думаете естественно если пространство x конечно то есть состоит из конечного точек то это оно само себе как конечное число да то она автоматом сепарабельно это бессмысленно раскладка еще просто если же x бесконечное то в нем конечно если вы натыкали сколько-то точек да то если вы скажем пространство t1 да то конечно число точек не будет все доплотно из дата конечно точек оно само замкнуто до брошки . завтра нас объединение конечно числа за замкнута есть у вас не было бесконечно само по себе это 1 до и т 1 то в нем никогда не бывают конечного подможности всюду плотно в него бывает только счетную все доплотно и потому поэтому а вы себя так сепарабельно существует счет на всю плотную подружку вот как вы думаете после сергона со стандартной топологии будет все пара квадрацию ну конечно точно карманы координатами на точке социальных координатами а теперь такой факт как вы думаете верно ли что для произвольного топологического пространства их стал будет выполнена аппликация что из второй актемы счетности вытекает сепарабельность допустим у нас есть счетная база верный что будет счетное всю плотная множество допустим нас есть счетная база на сша то полонте вернулись чтобы счетно всюду плотную Вернее, что будет существовать счетное, всюду, плотное. А есть дискретная топология? Мне кажется, что нет. В этой топологии. Дискретная топология на каком множестве? На счетном. Ну так, если x счетное, то возьмите все x в качестве a. А, на же x. Ну тогда на континуальном там нет счетного. А, континуальная дискретная топология, там нет счетной базы. Вот такой простой вопрос. Верно, что если у нас есть... Топология зарисковая. А на чем? Топология зарисковая бывает на разных пространствах. Какую пространство? Ну, на R2. На чем? На R2? Ну, на афины плоскости. Ну, давайте на ЦРУ тогда, на Ц2 вы хотите, да? Топология зарисковая на Ц2, она, соответственно... Там, то это будет сепарабельное пространство. Оно будет уже сепарабельное. Потому что в обычном смысле седуплотное подножство, когда, скажем, все коэффициенты, вещественные минимумы части пары чисел рационально, это будет седуплотное подножство, и в том числе и фитология зарисков. А, ладно, да. Вот давайте подумаем, если есть счетная база, как построить там счетную всюду плотную нужд? Как построить? Центры шаров. Нет, шаров у нас нет. У нас не метрическая пространство, а топологическая. У нас просто топологическое пространство. Когда из каждого шара можно по одной точке выделить. Не шара, а из каждого элемента. Из каждого элемента шара, кроме того, что из счетной базы выделить по одной точке. Из каждого элемента вот этой вот базы счетной, у нас есть у1, у2, у3 и так далее. Счетный набор множеств, которые вырастут базу. Просто в каждом из них выделить по одной точке. И все. Очевидно, что это будет счетное множество? Очевидно. Очевидно, что это будет всюду плотное множество? Да. Иначе бы это не было базой. Дело в том, что, от противного, допустим, вот это а с чертой будет меньше, чем х, да, не равно. Но тогда в дополнение х минус а с чертой, это открытое множество, не пустое, которое не пересекается с а, правильно? Не пустое множество, которое не пересекается с а. Но если это открытое не пустое множество, в нем оно есть объединение каких-то уитых. Скажем, у 27 плюс у 48 плюс и так далее. Но уже в у 27 была точка, то есть она в него попала. Понятно, да? То есть если у вас есть счетная база, вы просто по одной точечке берете в каждом множестве этой базы и получаете всюду плотное множество, счетное. То есть, конечно же, из второго хрена счетности вытекает все по разности. А как вы думаете, в обратную сторону видно или нет? Если есть счетное всюду плотное множество, верно ли, что у нас существует счетная база? Мы приводили пример. Что-что? Нет, мы приводили пример. Вот на R2 мы взяли все национальные точки. Нет, R2 оно со счетной базой. Там круги-то мы брали радиус 1а n факториал, скажем, и счетное количество центров. Это счетная база. Может, стоит взять у каждой точки окрестность, и вот это множество счетной окрестностей будет базой? А вот оказывается, что, к сожалению, это не так. Мы не всегда можем взять это как крест, наверное. Оказывается, что в общей ситуации из сепарабельности не вытекает наличие счетной базы даже для нормальных пространств. Бывают нормальные пространства, да? Бывают нормальные пространства, которые сепарабельны, то есть в ней есть счетное число, счетное всюдуплотное подможенство, но они не являются сосчетной базой. Такое бывает. Но если мы чуть-чуть большего потребуем, а именно метризуемости, то задачка номер какая уже? ДЗ. Номер 4, да? Доказать, что метризуемость плюс сепарабельность влечет вторую аксему счетности. Вот оказывается, что если у нас пространство метризуемое, ну, может означать сразу метрическое пространство, и оно сепарабельно. То есть вы натыкали счетное число точек, да, всюдуплотную. То все, можно найти счетную базу. Вот это не очень сложно, оно практически очевидно, как это делается. Если у нас метризуемость, мы же можем получать прочь шары вокруг точек. Да, но надо брать вот это все дополнительное множество и брать открытые шары радиус, скажем, 1 на этот период. Но надо аккуратно проверить, что это будет база топологии любого метрического пространства. Любого. То есть если у вас есть любое открытое, оно есть объединение, пусть континуальное, пусть какое угодно, наборов из вот этого счетного подможда. Это задачка номер 4. Так, хорошо. Сейчас, секундочку. Так. Давайте у нас еще есть примерно 5 минуточек, да, потому что мы немножко позже начали. Извините, а можно вопрос? Да, да, пожалуйста, пожалуйста. Когда мы на сепарабельность определяем, какое у нас первое условие? Сепарабельность? Да. Первое условие, что А всюду плотно. А второе, что мощность А не больше, чем мощность нейтрального ряда. Понятно. Счетная, всюду плотную нужность. Так, значит, теперь давайте поговорим буквально очень короткое определение. Ну, в общей топологии очень много определений, да, и очень много теорем, которые очень простые, или относительно простые, да, но это надо освоить, потому что вот эта общая топология, она на таком элементарном уровне, она встречается во всех областях математики. Абсолютно во всем. Значит, пусть у нас есть произвольное топологическое пространство, и есть какое-то его подножие. Я не говорю, что он открытый, я не говорю, что он замкнутый, какое угодно. Ни то, ни другое, какое хотите вообще. Просто подножство Х. То на нем существует так называемая индуцированная топология. Тау, индуцированная на А. Как вы думаете, из чего это состоит? Мы скажем, что подмножество У в А, подмножество У большой в А, открыто в А, если что, как вы думаете? Что-то пересечение А из этого. Если существует В, лежащее в Иксе, и открытое в Иксе, да, такое, что У есть что? А, пересеченное с В. Вот и все. Очень простое определение. То есть вот у вас был Х. Вот у вас был какое-то подможество А, какое угодно, оно любое природное, какое угодно подможество. Вы берете все открытые в Иксе и пересекаете с А. Это получается подможество А, которое тоже будет топология. Задача номер 5, ДС, проверить, что это топология. То есть множество, являющееся пересечениями, открытых в Иксе с А, образует топологию в А. Это надо проверить, что это топология. Треаксиум проверить. Соответственно, получается, вот эта топология называется индуцированной топологией на подмножице. А вот эта А с этой топологией называется подпространством. Подпространство в Иксе. А теперь вот такое вот, чтобы сформулировать последнюю задачку на дом, надо сделать следующее. Смотрите, я могу потребовать большего, чтобы у меня было метрическое пространство, Х, Д. Метрическое пространство. А произвольное подмножице метрического пространства. Тогда что я могу сделать? Я могу взять, породить топологию на метрическом пространстве Х, Д. Ну, открытые шары я знаю. Я знаю, что такое открытое множество в Иксе. Потом индуцировать это на А. Я получу какую-то топологию на А. А могу сделать по-другому. Я могу метрику ограничить на А. Но если у вас есть подмнож, что метрическое пространство, оно само, естественно, является метрическим подпространством. Ну, расстояние мы же можем померить в Иксе, да, между точками из А. Это будет снова метрика, но уже на А. Правильно? И получив эту метрику на А, я могу по ней получить топологию на А. И оказывается, что это одна и та же топология. Это задачка номер 6. То есть, если вы возьмете сначала по метрическому пространству подмнож, что вы сначала возьмете топологию порожденную метрикой, Тао, Д, ограничить ее на А, это будет то же самое, что сначала взять метрику, ограничить ее на А, а потом породить топологию. Это очень красивое, простое утверждение, но оно очень важно, что оказывается, что если у вас есть объемлющее пространство метрическое, то любое топологическое подпространство является снова метрическим. Ну, метризуем. Надо просто ограничить метрику сверху, да, которая приходит из Икса, и получается та самая топология на А. Согласны, да? Вот эта задачка номер 6, она очень важна. Отсюда вытекает такое следствие, самое важное. Любое подпространство метризуемое пространство метризуемое. Да, потому что метрик это есть, вы ее ограничили на А, получили топологию. То есть, если у вас исходное пространство было не метризуемым, скажем, А, вы его никогда не можете реализовать как подпространство метрического пространства, никакого. Потому что оно, если объемлющее было метрическим, то любое подпространство снова метризуемое. Хорошо, значит, но что это нам дает? Я буквально еще пару минут у вас задержу. Все мы знаем, что такое ефлидовое пространство РМ со стандартной метрикой Тиареми Пифагора, да? РМ. Р1, Р2, Р3, Р108 и так далее. Это простое в каком-то смысле топологическое пространство, как оно, ну, оно интересно, но в каком-то смысле оно простое. Но в нем есть полно подножеств А, их 2 в степени континуа подножеств, да? Но вы можете индуцировать метрику на А и прорвить топологию. Или, что тоже самое, топологию юридового пространства ограничить на подножество. И вы получаете гигантский запас топологических пространств. Просто гигантский. Их 2 в степени континуа в таких пространствах. Причем, кто знает, что такое гомеоморфизма, мы потом поговорим. Их даже в сочности до гомеоморфизма 2 в степени континуума. Но это замечательный запас пространств, про которых огромное количество топологических задач до сих пор не решено. То есть на самом деле есть такая же наука геометрическая топология. Прежде всего геометрическая топология занимается топологией вот таких вот пространств, а именно подпространств, тевклидовых пространств. Вот то, что лежит в R3, то, что лежит в R125 и так далее. Просто вот топология этих пространств. Это гигантская область, сотни теорем, тысячи статей. Это гигантская совершенно область топологии. Хорошо. Я думаю, что на сегодня мы с вами заканчиваем. Вывод такой, что было несколько задачек на дом, они уже такие попроще, наверное, чем в первый раз. С другой стороны некоторые может посложнее, но к чему мы пришли? Что у нас есть на самом деле огромный запас разных по своей природе топологических пространств. Просто хотя бы подпространств и тевклидовых пространств. И мы с ними в основном, когда мы будем строить какие-то примеры, скажем, да, мы будем строить их как подмножество какого-то плоскости или трехмерного пространства с теми или иными интересными свойствами. Хорошо. Есть ли какие-то вопросы? Я, значит, готов прокомментировать. Вы на следующей паре расскажете, вы хотели рассказать про Т-3,5? Про Т-3,5 я расскажу не на следующей паре, а, наверное, через одну или через две. Потому что определение Т-3,5 требует определения непрерывного отображения. Если все предыдущие аксиомы требовали только основ, да, открытое множество, замкнутое множество, то аксиомы Т-3,5, это так называемые, можете сказать, посмотрите, если хотите, вполне регулярные. Есть регулярные Т-3, нормальные Т-4, а между ними вполне регулярные. Так вот, чтобы определить такое вполне регулярное пространство, надо сказать, что это непрерывная функция. Поэтому как бы там сложнее. Продолжение следует...